Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. В гостях у нас замечательная артистка Елена Максимова, российская певица, финалист шоу «Голос». Лен, доброе утро еще раз. Да, Лен, такая позитивная. Да, да. Класс. Лена, вот мы поняли, что у тебя очень много концертов впереди, гастроли. Вот как ты держишь себя в тонусе, когда такие переезды, постоянные смены климата, такой плотный график съемки, самолеты. Бывает так, что хочется выдохнуть и все? Конечно, конечно, бывает. Выдыхаешь или все равно бежишь? Иногда мне говорят, как ты так быстро восстанавливаешься, как ты вот постоянно на таком энергетическом подъеме. Но, ребята, иногда бывают такие дни, когда я просто не стою с кровати сутки, просто лежу и все время сплю, ем, смотрю телевизор. Ну, такие вот выключения. Как будто заболел, да? Выключения тумблера, да, они иногда случаются. Но, конечно, часто их себе позволять нельзя и надолго их растягивать, потому что есть опасность вообще выпасть из этой энергетической штуки и перейти в такой вялотекущий режим. У меня было такое в этом году, у меня были гастроли в Израиле длительные, потом куча еще всяких, ну, моментов концертных. И я просто в какой-то момент легла вот так вот дома и почти неделю вообще выключила все. И это было тяжело, потому что я понимаю, что я уже не могу войти в рабочий график, поэтому стараюсь как-то дозировать нагрузку, чтобы не было вот таких долгих выключений. Ну, вот Лен нам сказал, что гастроли действительно плотные, прозвучал и Израиль, и Мюнхен, и по России наверняка есть тоже выступление, правильно? Конечно. Если принимать внимание, что ты посещаешь очень большое количество стран, городов и так далее, есть ли какие-то любимые места, может быть, там, с любимой кухней, еще что-то? Конечно, Крым. Расскажи подробнее. Ну, кстати, да, Крым нельзя, вот я только сейчас приготовилась рассказывать о своих там европейских любимых городах, в которых я за вдохновением периодически катаюсь, ну, конечно же, Крым, Севастополь — это вообще моя душа, сердце, любимый город и любимое самое красивое море, черное море, Лиза, да. Вот, ну и, конечно же, люблю очень Европу, Париж, город вдохновения, Рим. Море, вообще все, любое море, вот в любое время года мне, конечно, необходимо на пару дней ездить к солнцу, к морю, потому что мы, как люди, выросшие на море, нам это постоянно нужно, чтобы вдохновляться. Если есть такая возможность вот так уезжать и черпать вдохновение солнышко-море, то работать можно очень продуктивно и быть всегда в бодром хорошем настроении. Ну, это очень классный совет. Мне кажется, людям любой специальности, вот про отключение на несколько дней, просто ничего, Шеньки, не делать, вообще никуда себе не мотивировать, не бежать, это очень даже... потом ты с другой мотивацией побежишь. Позволять лениться себе. Позволять лениться, да, и мальчикам, и девочкам. А я хотел спросить про дочь. Сколько дочери лет? Дочери в этом году исполняется 17 лет. 17 лет. Дочь оправдывает ли чаяние мамы, может быть, в плане продолжения тоже деятельности творческой? Она такая яркая девочка у меня, в принципе, по своему темпераменту, каким-то творческим историям, что она бедненькая, определиться все никак не может, что ей делать, поэтому ее просто разрывает. Это многочисленных талантов и всего остального, но у меня вообще все случайно произошло, когда это была такая передача «Утренняя звезда», когда мы все смотрели. Ничего себе случайно, я читал биографию твою, и ничего не так... Нет, просто петь случайно я начала, то есть я была в музыкальной школе, я вообще пианистка и готовилась стать большой. И вокалом не занималась. И вокалом не занималась вообще, и вот случайно попала в коллектив эстрадный детский, и в котором как-то все начало развиваться, там хорошо, что у каждого из нас есть в какой-то момент правильные наставники. Вот у меня был правильный наставник, руководитель этой группы, который писал нам песни, который заставлял нас слушать хорошую музыку, которую мы еще тогда не понимали, но уже начинали потихонечку как-то в это въезжать. И поэтому формирование такого правильного музыкального вкуса, оно дальше сложилось уже... Друзья, у нас в гостях замечательная артистка Елена Максимова, российская певица, финалистка шоу «Голос». Задавайте вопросы группе «Страна ФМ» ВКонтакте вам в помощь, ну а у нас сейчас реклама, мы прервемся и очень скоро вернемся в эфир. О, да, оставайтесь с нами. Всем привет еще раз. Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии. И в гостях у нас сегодня замечательная исполнительница, российская певица Елена Максимова. И сейчас мы услышим то, что мы так хвалили долго. Я напомню, что Лена тебя называют обладательницей уникального голоса. С диапазоном в четыре октавы. Это такое вступление, ребят. И что интересно... Сейчас будет такая песня, где не будет четырех октав. Ничего страшного. Что интересно, что Лена сама призналась, как в профессию, в пение, попала она абсолютно случайно. Понимаешь? То есть не выбрала она так вот. Люди борются, борются. Она раз и всех покорила. И минуточку, случайность произошла лет в десять. Поначалу, да. Десять. Прошло уже с тех пор. Еще очень много. Да, да, да. Не будем напоминать о моем возрасте. Поэтому случайно был только вот именно какой-то первый шаг. А дальше случайностей уже не было. Лена, что мы сейчас услышим? Что это будет за композиция? На самом деле в проекте «Голос» я исполняла как раз песни диапазоном в четыре октавы. Я очень тщательно связил. Открою сигарет. Очень тщательно. И больно. Болел, отправлялся огромное. Однозначно, серьезно. Серьезно, это без шуток. Ребят, вот прям сейчас больше таких песен не будет, потому что я хочу петь на данный момент песни, которые будут достаточно просты для восприятия, которые может подпевать абсолютно любой. Легкие, позитивные. И, конечно, четырех октав там нет. Поэтому слушать сейчас какие-то рулады и мелизмы, ребят, вы сейчас этого не услышите. Но зато я надеюсь, что будет хорошее настроение. Песня останется в сердце. Автор Алексей Малахов, потрясающий мой друг, талантливый композитор, написал мне практически уже целиком альбом. Вот у меня был первый вопрос как раз в Инстаграме, когда будет альбом. Да, в 2008-м, в 2018-м будет по-любому альбом и презентация. И как раз почти все песни из этого альбома авторства Алексея Малахова, вот сейчас я спою, называется «Будь со мной». Класс. Первая песня, которую он для меня написал. Ну что, Антон, мы готовы? Готовы? Ну тогда музыку в студию. Поехали. За руку возьму твоя ладонь, Ночью согревает меня нежно. Жизнь отдам я за твою любовь. Так хочу, чтоб это было вечно. Небеса, молю, я тебя люблю. Будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Мне без твоей любви. От рассвета до заката, Будь со мной лишь рядом, Нашу любовь храни. Ты мой нежный талисман любви, Главная задача моей жизни. Все печали бросим позади, А тебе лишь только мои мысли. Будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Мне без твоей любви. От рассвета до заката, Будь со мной лишь рядом, Нашу любовь храни. Всем хорошего настроения, Удачи, любви. Вам, ребята, классных эфиров, Интересных гостей, Всей стране привет. Не забывайте, пожалуйста, Передавать свои приветы, Задавать вопросы на сайте И в группе ВКонтакте, да? Все успела сказать. И подбиваемся вместе, Ручками делаем. Будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Мне без твоей любви. От рассвета до заката, Ты будь со мной лишь рядом, Ты будь со мной лишь рядом, Ты будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Мне без твоей любви. От рассвета до заката, Ты будь со мной, лишь рядом, ты будь со мной, ты будь со мной, наша любовь хранит. Ну класс, просто потрясающе. Сейчас все те артисты, которые приходили к нам по утрам, Елена утерла всем нос. Спасибо, что мы с вами из одного города, Лена, меня просто переполняют чувства, да, будет совсем скоро. Чувствую, просто большая умница, великолепно, искренне, просто. Очень, очень здорово. Поняли настроение, зарядили каким-то таким шикарным духом. Ну, друзья, я хочу вам сказать, что вы быстрее-быстрее бежали в группу Страна ФМ ВКонтакте, потому что там можно задать Лень вопросы, кучу комплиментов, обязательно все озвучим. И вы пишите, если есть вопросы, замечательной певице Елене Максимовой. Вскоре вернемся. Друзья, оставайтесь с нами, 909-928-189-9, вотсапайбер, пишите, задавайте свои вопросы. Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Лиза Калинина в студии, Никита Некрасов. И в гостях у нас сегодня российская певица Елена Максимова, исполнительница. Лена, еще раз доброе утро. Очень много вопросов от людей, от ваших, от твоих фанатов, от наших зрителей и слушателей. Как начался вообще процесс творческой жизни? Как ты начала петь? Уже заинтриговали, что все это было случайно. А что дальше-то было? То есть как вот осталась в профессии ты? Ну, конечно же, после того, как у меня началась профессиональная деятельность еще в детстве, у меня вот фактически не было выбора. Я настолько полюбила это дело. Я поняла, что несмотря на то, что я обязательно получу высшее образование в родном городе, что я и сделала в нашем институте, закончила ИНИАС. Хотя вся моя вот это как раз группа, в которой я была, она называлась Мультимакс. Они уже все разъехались в Москву покорять. Я осталась, скрипя сердцем, в Севастополе учиться в институте. Но после этого я все равно поехала в Москву, потому что понимала, что все возможности здесь. И дальше начались бесконечные кастинги, работы в клубах, очереди, какие-то конкурсы. Ну, в общем, много чего. Ну, а дальше уже можно посмотреть биографию, что у меня было. И группа «Рефлекс», и «Мюзикл Мивил Рокки», и «Новая волна», и «Голос», и «Точно-точно». Но это как бы уже можно с конца. Я, на самом деле, потерялась в событиях. И это очень круто, что у меня очень много было событий в моей творческой жизни. Это, правда, здорово. И я уже даже начинаю некоторые из них забывать перечислять. Ничего страшного, будут новые. А я знаю, ну, в любом случае, каждой прекрасной барышне приятно слышать о себе комплименты, хорошие слова. И у нас в группе пишут, Юлия пишет, очень рада слышать и видеть. Когда же в Алматы? Очень-очень ждем. В Алматы с удовольствием. Кстати, последний раз там была в составе группа «Рефлекс». И вот после этого, да, как-то вот меньше стало ездить. Ну, вот теперь надо соль. Там очень красиво. Юлия пишет, Лена — великолепный человек. Добрая, красивая, умная, талантливая, трудолюбивая. Самая-самая. Люблю. Очень интересно, будет ли альбом, как скоро, уже ответили на этот вопрос. 2018 год, он знаковый для Елены Максимовой. Да. Да. Правильно? Да, так и будет. Альбом — это дело такое, как ремонт. Его невозможно закончить. То есть его можно начать, если я буду дальше писать песни, то альбом мы увидим в 2038-м. Да, так же дискомфортно, как ремонт. Ну, нет, это не дискомфортно, это же творческие процессы. Так же длительно растянуты. Ну да. Конечно. А артисты, тем более обладатели прекрасного голоса, ну, я просто тоже занимаюсь творчеством немножечко по сравнению с тобой, и я знаю, что артисты, они перфекционисты. И хочется вот здесь, вот здесь, ну, может быть, чуть-чуть иначе сделать. И этот процесс, он действительно бесконечный. Нужно останавливаться вовремя. Да, да, однозначно. Нужно прислушиваться к зрителю, который хочет уже услышать альбом. И ему все нравится. Ну, как бы, да, готов уже, готов, причем более чем. Ну, вот слушательный зритель твой пишет, будет ли клип «На счастье внутри». Спасибо за эфир, очень нравится. Клип «На счастье внутри» обязательно будет. Мы уже сняли видео гастрольное из Израиля. Он получился, наша альтернативная версия клипа. Она будет очень-очень скоро, я ее уже видела. Классная история. Довольна. Да, я довольна. И скоро мы будем выкладывать в официальной группе ВКонтакте. У нас сейчас, кстати, выходят влоги как раз из этих гастролей в Израиле, которые были в начале июня прошлого года. Такой бэкстейдж. Да, и бэкстейдж, да, и съемки клипа, и что мы там делали, как путешествовали, видели там, кстати говоря, такие моменты. Ну, сейчас давай немножечко о другом клипе. Да, до рассвета прямо сейчас у нас по курсу. Расскажи, что это каратенечко, и мы будем смотреть и слушать. Мы, как раз, презентуем на нашем телерадиоканале. Итак, клип «До рассвета». На песню «До рассвета» снят этот замечательный клип. Долго думали, что делать. Вообще хотели вначале снимать просто Москву, рассвет, какие-то, не знаю, солнце. Какие-то виды карата. Да, какие-то виды, красоту всяческую. Потом встретила я очень креативных девушек, Анну Рене Бе, Александру Ануфриеву, девочки. И результаты работают прямо сейчас. Результаты работают прямо сейчас. Увидим. Поехали. Поехали. Рваными струнами мы даже не думали об этой любви. Я не обернусь, но всегда вернусь. За тобой, за тобой, за-то-то-тобой. Перейдя на облы, обещай любить. Лишь меня, лишь меня, лишь меня, лишь меня, лишь меня. Давай до рассвета. Сыграем в любовь, пока темно. Давай до рассвета. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Убишены стены, но не сказано все. Давай мы оставим во вчера все проблемы и снова спасем. Я не обернусь, но всегда вернусь. За тобой, за тобой, за-то-то-тобой. Перейдя на ты, обещай любить. Лишь меня, лишь меня, лишь меня, лишь меня. Давай до рассвета. Сыграем в любовь, пока темно. Давай до рассвета. Сыграем в любовь, не мое кино. Давай до рассвета. Сыграем в любовь, пока темно Давай до рассвета Сыграем в любовь, не мое кино Давай до рассвета Сыграем в любовь, пока темно Давай до рассвета Сыграем в любовь, не мое кино Пока темно, пока темно Доброе утро, друзья, Елена Максимова у нас сегодня в гостях Российская певица, исполнительница Лена Открой нам, ну ты нам уже открыла тайну, давай зрителям и слушателям В главной роли кто? Мой фитнес-тренер, Святослав Петухов Это мой замечательный, любимый виджима фитнес А как так получилось? Ты искала парня? Я долго искала исполнителя на главную роль И вот потом я поняла, что он идеально подходит А вот рядом Он справился великолепно со своей ролью В общем, ты с ним тягу эту делаешь, да? Постоянно, постоянно Дорогой ты мой, ну что ж ты даваешь? Пора Пора и наоборот Он красивый, талантливый, поэтому все у нас получилось И все получилось, да, действительно У нас, на самом деле, еще одна композиция сейчас будет Исполнена вживую, вновь Лена, ну давай ты уж представь тогда И снова песня Алексея Малыхова Называется «Счастье внутри» Ее, кстати говоря, ждут уже мои замечательные слушатели Да, они даже спрашивают, когда будут Да, про клип уже спросили мы Ну это правильно, утренняя песня, все, что я могу о ней сказать Это вместо зарядки То есть в 10.36 самое оно, да? Да, можно даже в 10.35 их включить Ну вот пишут о клипе до рассвета Клип до рассвета просто шикарен Песня тоже очень нравится Всегда поражалась многогранности Елены и ее уникальностью Давайте еще одну грань сейчас узнаем Давайте еще одна грань, новая песня Лена, пожалуйста, готова? Антон? Она не новая Все еще есть, да? Ну, что, давай, давайте Слушаем Поехали Все, кто на работе, должны сейчас резко взбодриться Налить себе чашечку кофе И слегка потанцевать А кто не может проснуться Тот тоже себе наливает чашечку кофе и танцует Кто-то желает богатства Кто-то желает любви Кто-то бежит за счастьем Оно внутри Кто-то желает влюбиться Кто-то ждет сотни слуг Кто-то славы добиться у всех вокруг Счастье внутри Его искать не надо Моя любовь Я буду всегда рядом Я за тобой побегу на край света Сквозь все запреты Счастье внутри Его искать не надо Моя любовь Моя любовь Я буду всегда рядом Я за тобой побегу на газета Сквозь все запреты Счастье внутри Счастье внутри Счастье внутри Счастье внутри Жизнь без тебя не представлю Даже секунды одной Время над нами Время над нами Невластно Если в сердце Любовь Счастье не купишь Ты ж за деньги Приходит само по себе Ты позови его В сердце Придет и к тебе Счастье внутри Его искать не надо Моя любовь Я буду всегда рядом Я за тобой побегу на край света Сквозь все запреты Счастье внутри Счастье внутри Его искать не надо Моя любовь Я буду всегда рядом Я за тобой побегу на край света Сквозь все запреты Счастье внутри Счастье внутри Поэтому я тебя провоци Wool Song of Magic Счастье внутри Счастье внутри Чешт pot Я буду обязательно Это festing Счастье внутри Ухууууууууууу. Счастье внутри Счастье внутри Странная фэм Просто восторг! Несказанное удовольствие! Спасибо, это новый джингл «Странная фэм» Да, кстати, подходит Странная фэм Ну все, мы вырезаем Да, конечно, конечно, договоримся Супер, очень круто Вообще, Лена, молодец Спасибо большое Юлия пишет Лена, спасибо огромное за внимание всем в инстаграме Всех лайкайте, комментируйте Не все так любят своих фанатов Вот Юлия восхищается Не, не фанатов, это слушатели мои самые любимые Самые классные, умные, добрые И я вот, если можно, прям две секундочки Вот у меня там чуть-чуть есть приветов Юлечка, привет Машенька, привет, Александр, привет Олечка, Анж Все-все-все-все-все Евгения Артамонов и, да, ребята просят передать привет И свою замечательную группу ВКонтакте Елена Максимова Фишел Я тоже люблю, обожаю Ребята, заходите туда, там много конкурсов Мы много дарим подарков И там самые последние влоги и видео Друзья, если у вас еще есть вопросы к Елене Максимовой Заходите У нас, я тебе хочу сказать, что У нас такого вала комплиментов не было уже давно Честное слово Честное слово Честное слово Абсолютно Надо чаще петь Конечно Естественно Всем советую Лена, а у тебя много компромиссов в работе? Приходится вот как-то делать компромиссы? Или ты бескомпромиссный человек? Ну, скажем так Такая песня у нас играет Компромисс — это, наверное, успевать все, что нравится Потому что мне нравится очень много жанров И я, к сожалению, никак не могу определиться, какой мне нравится больше Либо это лирический такой, душераздирающий Либо это легкие попы Вот подобные клипы, как мы с вами видели И очень тяжело Мне еще люблю очень рок Поэтому и классику, и джаз Поэтому реально очень сложно найти компромисс Именно как все это между собой подружить Поэтому у меня в этом году я планирую несколько концертов Абсолютно в разных жанрах Кто как понимает вопрос? Я думаю, что Лена ответит Какие компромиссы? Я жестко в своей работе Я жестко в своей работе действую Я все время работаю Вот мой, собственно, жизненный принцип Работаю постоянно 24 часа в сутки Даже когда отдыхаю Вот сейчас только вернулась из Амиратов Потратила из пяти дней отдыха два на съемки Подожди, ну если ты 24 часа в сутки работаешь Работаешь, как же вообще Сочетается это все с личной жизнью? О, да Это сочетается с личной жизнью Как? Ну, я все время скучаю по нему Постоянно мы все время скучаем по другу То есть 24 часа заставляют испытывать Еще более яркие чувства по отношению К возрубленному Ну, конечно, постоянно жить в разлуке Это очень тяжело Надо работать вместе Нет Не надо В общем, мой любимый, прости, что меня очень часто нет рядом Но я всегда вот рядом люблю Ну, ничего, будет когда-нибудь перерыв? Я вернусь Обожаю песню «Слышишь отошел» Будет ли песня в эфире радио и будет ли клип? Лена супер, голос шикарный, отличное настроение утром понедельника Спасибо огромное Спасибо огромное «Слышишь отошел» это как раз песня, на которую мы собираемся в этом месяце Я надеюсь снять очень крутое и интересное видео Мы принесем обязательно к вам презентовать Рассказываю про эту песню следующую Она такая достаточно мужененавистническая В какой-то момент я была прям вот, да Нормально Я только что в любви призналась, понимаешь? Да, но эта песня была раньше И ее полюбили женщины Я пришла менять права в ГАИ И когда... А там уже стоит хор А там стоит прекрасная женщина, которая выдает мне эти права И говорит, вы же, Лена Максима, у вас песня «Слышишь отошел» Она у меня в плеере и все И как бы она не говорит Вот мы из-за вас болели в голосе Заголосовали, молоды, плакали, все А тут она четко сказала про «Слышь отошел» Я посмотрела, что она такая достаточно крепкая Ну, конечно, какие еще в ГАИ, в ГАИ должна работать Да, с раздежними я поняла, что Если эта песня так полюбилась таким женщинам Вообще это круто Я для них обязательно сниму что-то, чтобы они вдохновлялись Шли всегда вперед, надеялись на чудо Встретить все-таки свою любовь Несмотря на то, что все мужики СВО Все равно среди них попадаются хорошие люди Конечно Просто надо верить Я нет Еще хотели мы поговорить о ремиксе Ты говорила в перерыве о каком-то ремиксе, да? Да, вот это песня «От рассвета» На нее сейчас сделан очень крутой ремикс Сделал его мой хороший друг С которым мы уже практически лет, наверное, 15 точно дружим И на него тоже сделана такая очень красивая лирик-видео И скоро все это выйдет, увидит свет Столько новостей Лена, спасибо тебе большое За такое яркое, просто прекрасное солнечное утро Давай так, Лена такая заряжающая Лена, у тебя есть 15 секунд Пожелай нам что-нибудь хорошее, чтобы у нас сегодня классно Ну не нам, нам ладно Слушателям и зрителям Я нам всех объединила Ребята, верьте в чудо Мечтайте, обязательно мечтайте Без мечты жить нельзя И обязательно верьте в любовь И она к вам обязательно придет Когда-либо придет следующая песня, на которую мы тоже снимаем клип Только что сняли в Дубае Друзья, Елена Максимова была великолепна у нас в гостях Прощаемся с вами с Лизой, до завтра Спасибо огромное Пока-пока, Лена, отличного дня